Почему ты сказал с Хавком? С Шейком? Хавка он выиграл в прошлом. А, он выиграл, да. Он только что прыгнул дальше. Фоке только что прыгнул дальше. А, понял. Ну тогда мы прям чётенько заходим. Хавк, тащи! Пишет слово Поко А120. Неплохо. Видишь, я всегда вылетаю против чувака, который доходит очень далеко. А, ты же Шейку проиграл. Да, хочу подметить. Ну... А если он сейчас выиграет? Да, то в следующий раз ты не будешь сражаться. Да, лучше не вспоминать. Всё настолько хорошо было. Блин, два когтя, там большой инвул, камень жизни. Блэд развлекательный. Кстати, почему ты не побежал вслед за Финдом в левый нижний угол? Крипджек. У меня маны не было. На последний... А, ты боялся, что... Там, короче, всё было битое. Хотя бы взглянул. Там три Финда. Он только за счёт Хилварда начал эту точку крепить. И ты успевал на Голема. Да, да, да. Не, ну кто знал? Надо было в дискорр зайти, типа, скорее всего. Да, зачем ты стоишь в инвизе? То есть, вот какой смысл? Ты что там в инвизе мог постоять, посмотреть? Что здесь в инвизе стоит? Заканчивался, он заканчивался. У тебя было ещё маны на один видвок. Да, ну... Ну да, ты прав. Ты всегда прав. Миша всегда прав. Варденко от Фогича. Варденко прекрасный выбор. Я бы также сыграл на ЛТ. Вспоминаю сразу игру с противобера на ВЦГ. Он андет. Тоже ЛТ. Ах, варька. Два барака. Экспанд. Массовик-затейник. Ну, это помогало. Там билд, правда, был несколько другой. То есть, алтарь Moonwell. Потом FastExp. То есть, эксп ставится там, где барак находится. Варя спокойно с экспандом крепит шахту. И после этого ты сразу ставишь два барака. Это не позволяет на халяву прибежать, сгрызть эксп. Андеды никогда не прибегали на старте. Ну, то есть, ты крепишься спокойно, хоть и медленно, но спокойно крепишься. И получается, что у тебя там 4-6 арчей. Варден, экспанд, который гарантированно достраивается. Против Андеда, который прибегает, ничего понять не может. Сокол скидывает пока ключи. Хорош. Ну, просто один человек вспомнил. Ну, я ему в личку, наверное, скину. Почему сейчас не играют эту карту на серьезных турнирах? Это очень хороший вопрос. Потому что, на самом деле, я не вижу прям сверхсильного дисбаланса, кроме фонтана. То есть, таверна есть, острова пофиксили. Экспанды сейчас могут играть, повторюсь, почти все, кроме арков. Нормально. Вот. Не знаю. Если, например, в топе этого турнира будет 3 разные расы, мы можем, в принципе, практиковать, там, добавлять. Вдруг участникам понравятся старые добрые ЛТ. Мне, на самом деле, для разнообразия очень интересно смотреть на макроигры и на разные страты. С... от... Ну, пожалуйста, нычка-нычка, давайте. Грамотно, конечно, шейк этим скелетом отваживает виспа, чтобы тот не смог подойти, не будучи взорванным через койл. Побитым и взорванным. Не взял силу ДК. Очень важная... важная книжка. А ты взял половину ловкости, я помню, да. Ты с орком еще так... А зачем, почему ты баток-то не строил против виверн? Рейдеры, рейдеры. На... на этом, на... как его называют? А? На колодце. Зачем батки? Ну, я их и так убью. Ну, чтобы не было виверн. Да, Миш, ну они дамаг не делают под спиртлинком. Они вообще ноль дамага делали, а... Ну, а опыт тебе принесут. Городок я всех пробрил. Да. Ну, там сериалы на вивернах тоже. Ладно, хорошо, более простой вопрос. Почему не магазин по цеху под выход? Билд такой, секретный. Какой секретный, что у тебя на руках есть ресурсы, но нет магазина? Да. Хорошо. Понял, хорошо. Старей. Я понимаю. Я поэтому и не буду играть ни в коем случае, потому что у меня будет все еще хуже. Так, хорошо. Арчи отбиваются. Ну, короче, видят Акалита. Акалит видит экспант, все нормально. Лукс, я тескинул в личках. Прочитай. А предупреждаю, ключи, так как была одна проблема, могут быть... То есть свеженький активировать можно, да? Тинктура поддержал ваш канал. Сейчас, секундочку, секундочку. 30 рулонов туалетной бумаги сообщает. Михаил, привет. Привет. Спасибо за стримы. Спасибо за спасибо. Идеально для самоизоляции и по традиции удачных каток. Спасибо большое за рулоны туалетной бумаги и гречек тоже. Благодарю. Я могу просто сгенерить, если помощники активные есть, я могу сгенерить сейчас соточку ключей. Вы раздадите пацанам. Да не соточку, дай мне 50. Дай мне 50, я раскидаю. Да нет, ты отвлекаться будешь. Давай лучше помощников нормальных. Которые не комендуют. Все три ключа уже активированы. Джокер. Кем? Зачем Шейка алтарь продал? Ну вот, я не знаю. Ну то есть, это делается обычно для того, чтобы у тебя была более ранняя нерубка, насколько я помню. Но если мы говорим о болте, а не о карте... Ну хотя ближний рисунок. Чтоб дерева было больше, чтоб... Я понимаю, но потом, когда ты с Варден играешь, тебе алтарь пригодится. Скажу по секрету. Алтарь всегда пригодится. Поэтому... Тем более эльфа тоже... Эльфа тоже ставит базу. Ключ на все каналы? Да, ключ на все каналы. Это же ГГ плюс. Не, ну а эти ключи я все равно парочку сейчас еще скинул. Как-то кому повезет, тому повезет. Так, полуфинал играется параллельно. Икс лордом будет сражаться сейчас с ТГВ. А мы смотрим... Мы смотрим Фоги Шейк. Но Фогич пока отбивается без особых проблем. У него это 2 уже готов. С... Короче, с колоссальным преимуществом сейчас по теку играет Фоги. Здесь строят алтарь, продают его, потом еще раз строят для Т3. Да. Да. Увы. Увы, это так. Но это делают обычно, опять же повторюсь, если ты играешь в FastExp и рассчитываешь, что тебя будут пушить с одной базы. То есть эльф агрессивный и карта маленькая, дуэльная. Зачем здесь продавать алтарь, я не понимаю. Честно. О, граф, подчеркиваю, я переписан 33 месяца. Скиньери, пожалуйста. Чтоб 50 сто. Там лупцу надо скинуть, получается. Те, которые у меня уже остались, они уже рабочие. Хорошо, хорошо. Не слово больше. Пока. Не слово больше, друзья, пожалуйста. А... Ага. Так, Джокер, я Джокер скину. Скинь мне, я их раскидаю в текст. Не, 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 все. Джокер, раскидай ее там на парочку. Пожалуйста, лупцу дай. Лупцу. Лупцу, лупцу. Лупцу, просто все. Больше никому не нужно. Соколу, не давай. Поехали. С таким количеством арчей абсолютно спокойно можно крепить центр. Только можно было ворваться агрессивнее, чтобы... Чтобы твои герои регенились, да. Потому что... Ты что, фокусишь, все? Ооо, тут прибег... Вообще классика. У меня сейчас прям флэшбеки. Вот, прям флэшбеки. Так вот оно и должно быть. И в шоке все красное, потому что он не... Палто, подчеркивание, розни, подчеркивание, усподержал ваш канал на 10 головок чеснока. И сообщает, а сколько курс столь ценный бума. Да. Ой, но зато панден, панден, варден, панден, варден. На самом деле, одна головка чеснока стоит 10 рублей. Очевидно. Вот. По-братски ключ. Ну, там помощники уже. Все, не отвлекаемся на ключи. Сделали счастливее, там человек 50. Едем дальше. У фоги. Т-3. Доделывается. Варден, панда. Если бы на ЛТ в свое время была таверна, я бы так же играл на ЛТ. А так приходилось брать Димку и Патму третий. Ну, тоже неплохая, неплохая связка, в общем. Три крипта от Шайка. Да. Армию игрока такую. Ну, вот в отличие от... Очень совсем понятно, каким макаром... Он собирается... Контрить гулями или гаргами, не знаю. Уже нехило качаную панду и варден. То есть, против этого лучше, конечно, выходить сразу в Т-3. Т-3 и пожирнее юниты брать, конечно же. Армию игрока такую. Ну, хорошо. Сорок пять. Вообще, мы не сильно задержимся. Потому что после этого будет уже финальная игра, последняя. И даже если она будет макро, мы закончим до часа ночи. Да. Скорее всего, это будет X-Lord. Жалко. Ой, сейчас не стоит окружать, конечно. Варьку под пандой. Не пожалел дыхания ради одной гули. Может, рассчитывал второй попасть. Так, Слутерхаус. Т-3 не готов. Дредлорд второй. Где диспл-то? Где диспл? Думаю, скелетов мы не можем убить. Вот она, связочка моей мечты. Дули разваливается. Он слип сел или сварм, не знаю. Вообще, должен был слип брать против таких героев. Надо ТП делать, надо ТП делать, ТП делать. Зачем? Зря ждет, зря ждет, зря ждет, зря ждет. Сварм взял. Третья ДК. Он сейчас рисковал, кстати, получил. А, хотя он чекал, наверное, ману. Понимал, что взрывного урона не может быть. Потому что вардынка же может покрутиться. И сразу урон намести. Фоги поставил протектор. На нычки, на нычки. Ну, сейчас медведи придут и будут лечить. Тут можно и дожать будет с медведями, если штамповать нормальных. С грейдами. А там прям заряжены грейды все. Защита атака. Да, Китерос. В этом нет ничего плохого, что... Что ЛТ вот так вот преобразился. Потому что это были, конечно, сомнительные вещи. Вот если бы он знал, что там делается грейд на Дистров. Он догадывается, понятно, по Т3. Оооо, как же хорошо отбивается. Окружение панды. Панда пустая. Есть, став. Гульку не добил. Ну, добей Гульку. Ну. Ну, вот в контроль Гульку. Реак поддержал ваш канал на 2 килограмма гречки и сообщает, что дают ключи. Я вчера активировал один. И кроме того, что ГГ-плеер перестал работать, изменений нет. Что? 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 Не, ну смотри. Да, прохладно. Во-первых, у тебя смайлики анимированные стали. Статус чатики тоже. Вся реклама отключилась на сайте. Вот. Что дает ГГ-плюс, можно посмотреть, тыкнув под плеером кнопочку ГГ-плюс. Кстати, окружают варьку, просвечиваются. Я не знаю, зачем он там стоит. Не, пацаны, теоретический премиум, я, ну, если вам нравится сайт, просто, ну, возьмите премиум. Возьмите премиум. Это, ну, прекрасная семья у нас здесь. Лупс-32 поддержал ваш канал на 10 рулонов туалетной бумаги и сообщает. Топ-лан. Короче, тебе пришло спасибо от Лапса. Так, ну, очень правильно делает Фогич, что ставит третью базу. Возможно, ее надо было влепить пораньше, в тот момент, когда стало понятно, что не удастся продавить две базы, и игра затянется в любом случае. Сейчас спалили Акалита. Блин, какая же варька-то неопытная, а? Третьего левела до сих пор. Вот то преимущество, которое было по уровню. Сейчас можно вообще на свитках здесь лечения отдаться. Винные пары дыхания. Ну, армии здесь нет просто. Что это такое? О, прилетели Гули. Эй, Гули, карги. Да. Блин, и... Став, красиво. Что делает Фоги, вообще, не понимаю. А что делать, Шайк? Шайк выигрывает. Выигрывает, выигрывает. Есть у него еще... А он... Скроул протекшн не завязал. Город, армия, игрока атаку. А, там на МГ были потрачены деньги, я понял. И свитка не была. Где я, Сидератл Морд? А почему не делать? ТП-ТП нужно. А, я лон... Просто сейчас с гаргами непонятно, что делать, эльфу. Просто непонятно. Строить Дриад на такой здоровой карте, это очень странно. Дру и друс. Ну, конечно, у нас же формат Чизкапа, это Бо-1 и карта-1. Карта определяется до начала турнира, за час, кажется, она объявляется. И все играют на одной карте. Уже же девятый турнир серии проходит в таком формате. Кстати, вполне есть шансы у Шайка. Мне кажется, у нее сейчас больше даже шансов. Если вот он нормально играет в гарг, и помнит, что такое макро. Он ТП не купил в магазинах, стоял ТП не купил. Лимит у него есть. Покрепить можно там, ну, острова-не-острова, там пару драконов. Поставить где-нибудь нычку в далеко. Фоги что-то, судя по всему, можно разводить. Я помню, как на дуэльных картах он играет против гарг. Иногда не очень уверены. И в Фоги же на ЛТП он не играл. Он еще молодой варкрафтер. Когда все играли в Варкрафт, он начинаю его не родился. Ой, смотри, Фоги еще шедера убивает слева на шахте. И за одну нычку палит. Очень большой удар. Это дорого, трындец. Дорого и больно. Но в это время на мейне хаос минус околиты. МГ довольно быстро ушатывают. Надо пару зигуратов, наверное, прогрейдить. Ну и телепортироваться. А вот оставляйте... А какие пару зигуратов? У него только две зигураты. Два зигурата, да. Телепортируется. Светоключение только один. АМШ. Слушай, а здесь Шейк может не отбиться. Протекшн, светоключение. Букав Дэд еще бы ее сносит. Гарг просто сразу... Гарги всех дрят, гонят. Минус все гули. Минус все гули. Вот сейчас Букав Дэд. Ну прожми. Чуть-чуть. Уже поздно. Гулим мясо. Против Варри Панды гулим мясо. Там должно поминять такая пачка будет. Надо восстанавливать околитов, к сожалению. Вот еще Шейк не... Не отстроил, не добывал долгое время. Не зевай. Все нормально. Держись, Соколик, держись. Я воль майкопеден. Город в осаде. Но у Фогича работает уже третья база. И четвертый он ставит. Ну нет, Фогик по макро играет прекрасно. Все-таки. Абсолютно правильно реагирует на... На то, что происходит. ТГВ, ТГВ проигрывает. Крипинг на красной точке, с которой ничего Шейк сделать не может, к сожалению. Потому что Панда фуловая. Ой, Фардиночки, красиво. Минус Гарки. 800 лайф. Фогик, 55. Шейка. Фогик стоит еще одну нычку в правом верхнем углу. Ну, это... Это какая? Да, похоже. Армию игрока так... Очень похоже. Гарки пытаются там по... Но они очень долго будут убивать эту шахту. Фогик, покупающий рейдер, но ты еще дерево был, он очень... Он понимает, что просто если и виспов, он будет строить своих. Это будет слишком дорого. Слева Варденко пугает Гарки. У него и ножи, и арба. А если ее еще переборать? Класс. Да. И справа андет ставит базу, но... Как бы это отчаяние. Ой, там... Там Миша битый, можно койл его. Он не увидел. Афоги увидел. О, Букавдет своевременный, подряд. Ё-моё. Вот чего ему этот Букавдет нам на мэйне не вызвал в свое время? Они бы хоть часть урона поглотили от ножей и дыхания. Да, бедный шейк. Жалко. Ну хотя побежали... Чего жалко? Фоги молодец. Фоги показал, что он не только на стандартных картах умеет играть. Что умеет играть в макро. То, что он четвертую базу там на 15-й минуте ставит. Это тоже хороший показатель. Гарги пытаются расплетить гарг. Ой, кривое дыхание какое. Очень кривое дыхание было. Всего на одну или две гарги. Сейчас Варденко прибегает уже с фулмана. Рурба поддержал ваш канал на 30 рулонов туалетной бумаги и сообщает... Тебе там передают привет. Восклицательный знак. Не прочитали, что там написано было? На каком это языке? На турецком, что ли? Ваши местные? Не немцы? Ну типа того. Ой, 2251. Наши часы перевели ты в курсе, да? Теперь я ближе к тебе по времени. А, хорошо. Все, вы никак не успокоитесь, да? Телепортируется шейк, но он остается с двумя базами, которые причем заканчиваются постепенно. Против четырех скорой эльфийских баз. Зачем так много? Он, наверное, хочет этих ферриков бахнуть. Судя по грейдам, которые делают, он будет делать не гиппосов, а именно... Хотя нет, сначала надо гиппосов, чтобы гарк сажать. А потом уже ферриками можно давить. Или если... Ну хотя, как хочешь. Вот как хочешь, реально. Гиппосы. Сначала гиппосы. Очень битые андетовские герои. Гарги разваливаются. ДК крайне бит. Руруру активирует премиум 6 месяцев. Спасибо, Руруруба, за прямачок. И еще один койл. ДК еле живой, но у него есть анг. Но гарги отваливаются. Просто отваливаются. Фоги уже ставит пятую базу. На восьми часах. Не, ну Фоги просто сейчас... Радуется жизнь. Еще бахимерниц бахнуть. Где-нибудь. Все-таки как ДК не могут убить. Таун, таун. Ох! Варя. На последних часах. И на развороте. Ножи. Гаргу хотел отрезать. Отрезал. Ай. Не, надо... Играть, играть, да не заигрываться. Все-таки. Деньги на руках есть. Нужно намасить до гипосов, чтобы съесть гарг вражеских. И желательно, чтобы после этого было продолжение какое-то. Ну, чтобы можно было там додавить. Козочки в лесу, на юге, смотри. Пасутся, че? Диспал. Пять виспов, дерево доделалось слева. Не, я жду химеры. На самом деле, Фогич должен вот сейчас где-то химер ставить на натурале. Там как раз и два виспа, у него есть. Сто лимита, и почему бы нет. Просто сделает он этих дроздов, сто лимита, а толку-то? Подрезал, да, или нет? Да, да, подрезал, подрезал, подрезал. Одного тролля. Три ключа осталось, ну же, пишите. Джокки, один мне скинь, я там одного пацану пообещала ему. Пацану другу, да, другу пообещал. Друга. Не, а у меня... Миш, ну я только, блин, подписался на тебя. Посмотри правее. Дыхание. Он, кстати, провоцирует гарк на... Сейчас вины и пора надо кидать. А гарки-то сожжут. Их тут значительно больше. Хотя вампир... А, вампиризм есть. Или не сожжут. А, еще ножи отварьки, сложно сказать. Короче, в ноль разменялись они приблизительно. Нет, даже минус гарки все-таки. Да, минус гарки. Ну, я бы вышел. Убил там гиппогрифы напоследок. Но после телепорта можно, в общем-то, уже писать ГГ. Ой, можно дредлона потерять. Ай-яй-яй, ПП ГГ. Да, но все равно, хорошие ма...